мир всем сегодня у нас воскресенье мы посмотрим вот такой храм красивый прихромовой территории здесь разместили такие макет церквей какие раньше были вот тут дышим воздухом так это хачкар что ли в великом болгаре такой храм так тут кустики красную смородину две елочки так храм деревянный вот этот основной воздыхание но жизнь бесконечна не печальнее воздыхание но жизнь бесконечная после смерти могилки чей-то а там еще макеты посмотреть бы что за храм то нашла табличку это свято авраамиевская церковь святой авраами храмjoя храм по закону лично хранения иерусалимскую есть circuit а помните как христиане сменстве были храняются онingy наступ geben за станов Без одежды, вообще. Во всех могилах того времени что-то да находят. Языческий храм, дошел, криш и так далее. И как минимум сам мало чего. Защепка. Вот эта одежда. Христиане хранили, как Христа хранили. И в Сауле. И по этой могиле в Сауле ничего не находят. Только кости, лежащие лицом на восток. Без каких-либо атрибутов языческих. Ничего. Даже без крестов. Вот признак какой. И вот по этой могиле он привез к кому-то христианам. А 4 век, помним, появляется бич Божий Атила в Европе, но до него гунны. Вот эта толпа всех, не поймешь кого как, тюрки, и угры, и скифы, и все. Они валом идут и уничтожают все в своем пути. Просто уничтожают. А не уничтожают готы. Резня была дикой. Германаль, он уже. Старик, кстати, он гиблий. Готы бегут, помните, в Европу, в Вестготе, в Рим, в Италию, в Испанию, даже до арабов до самого века. Кусок ушел в этот. Тавр, горы Крыма. Кто-то пошел, влился в гунны. Но вот этот кусок, наверное, восточный, где в основном были анти-предсловянцы, уходят совершенно в новом направлении. Удивительно. Сюда. Крым был мягче, влажнее, лучше. И одновременно вдали от этих путей тюрк, кочевников, спокойные места. Здесь. Богатейшие черноземы. Здесь мы живем. Вот. И исторически просто это, так называемая, имеющая культура, которая в IV-VIII век здесь. Тут появляется рогатый скот, который был у готов, там, в Сен-Печноморе. Здесь появляется Пулу, совершенно особый готский появляется. То есть явно. Вот. И они очень мирно переселяются. И здесь, среди прочих храмов, что он ближе к фенуглам. Мар-2, прочее, тут нет. Это кама. Это север. Знаешь, что будет там в могиле? Я снова поверю. Плоте. Чаши не включались. Причем какая? Из синего стекла. Такие делают только на стену, только 200 лет. Только с константином на стену и там 200 лет. Потом, что храм открывается много, а нужна утро. Получается, недорого относительно. Ну, хорубка и весь. И через 200 лет вышло заключение. На них был фирменный знак. Константинское, мастерское императорское. Ну, чаша, там же напишет, made in China. Понятно, чашный причащий. Там был вот как. Косой крест. Технически очень шикарно сделано, но крест маленький косой. Ну, что было с нами отец христианства в Византии считалось Константином? Андрей Первоза на косом кресте. Вот это, как бы, как бы знак свой. Это вот мы здесь, это Коснополь сделано. И чаша косыми, то есть четыре косых христа вот этих. Вот именно вот эта мастерская Коснопольского императора. Это поразительно. Здесь. На камере. Это было в полностью период сепаратизма. И поэтому местная власть в ходе узнали. Заморозить раскопки. Прекратить сейчас же. Чашу даже. Забыть ее. И раскапал. Раскапал. Раскапал Казаков. Он всегда мой забрал ее. Такую сокровищницу. Ей цены нету. Даже просто вытянем планету. И бери только, чтобы никто не совсем не знал. Наши ездили мы ведь живые. Что-то такое. Вот. Очень похож на католические. Очень. Это тоже интересный момент. Ныщет христики. У которых из внешней обрядности много будет того, что ближе к христианам, чем православным. Но тем не менее. Вот. Это о чем говорит? Это о том, что мы знаем, что епископ Готский, по-моему, что это было в то время уже. Ушел на запад. Сюда с христианами антами и небольшой кучкой Готов какие-то священники пришли. Расчашево. Но сколько было, мы не знаем. И насколько христианизированы были эти... Ну, во-первых, пока не христиан. Мы не знаем. Но знаем, что факт такой, что у них не было связи с христианским центром. То есть, в последствии, по старости, умер просто. И в ритургии, и в нашем церковном жизни христианство превращается в некую, ну, народную религию. Ну, как в советское время было в деревьях. Бабуле погружали, крестили. Бабуле читали, писатель, пивали. И собирались, пели. Кто что знает, и как все узнаете. Ну, и в Заск с уходами ходили. Может быть, такое выродилось? Я не знаю. Мне сейчас трудно сказать. Оно было. Четвертое века. Века. Легко представить себе, что христиане, как шпучковались между собой. Но это, скорее всего, держатся какие-то харизматистские личности. Сейчас раскапывают. Сейчас археологи находят в некоторых вещах. Мы, скорее всего, говорим, все выполняют христианские храмы. Уботов. Но они были у них деревянные. На валах сделаны. Деревь, потому что долговечный. Вот это эпоха. А что еще при неизвестной эпохи? С 7 века приходят булгары. Вы помните, что есть такие капсички. Kang семи на передачах как печень. И планирую recharge. Так что же добавленное шпучки. Есть такое красивое в 2000film. По даннымoust ambiguous Nag isolate или размер渡. jarregите немного к печеньке. Трепочка от запомниHN ПDS, Вмん. Кавказье и Аланг, у них обосновляли больше, чем остатки из двух тюменов, но булгары грохнули, их непобедимо забыдая, и они остатки убежали в Монголию, потом из Субботы идут сюда, и они показать на там сели булгарам, показать, а обосновляли много больше, и у них потерялись, здесь было сожжено напалмом все. Остались местные населения только в таких труднопроходимых местах, а вот он иерусалимлянием, называли его, он скорее всего из Иерусалима к Цареграде, называли Царьграде, в Тверь переехал после разорения арабами, и скорее всего он был из армян-халкидонитов, православных, вот, была целая диаспора византийцев в Твери, они там создали особую школу миниатюры, правиль, фрахнули, подходит, нам бы потихонечку уже, наверное, удвигаться. Да, а сам булгар был, вот, вот, центр, он за церковью, это здесь было, там есть небольшое место, где стоял золотой трон Батыри, в частности, место ханского дворца, вот. Когда уже после присоединения к Казани, на покорку, как мы сказали, в 15 веке, в 16 веке, в 17 веке, здесь, когда пришли русские, здесь не было ни одного человека на населении, ничего, население не было вообще. Сами между собой они враждовали, убивали людо, резали, продавали в рабство. Здесь был пустынь на населении, где был основан монастырь на островах, потом потоплялся, перенесен был сюда, здесь был мужской монастырь. И, помню, Екатерин II уничтожал монастыри, и монастырь тоже был уничтожен, вынесен за штат, приходская церковь, появилась села Волгаро, старая Волгаро. Возле храма Свято-Абрамеевского нашли мы тут с Ринейской, вот такие вот ляли. Да, малыш, Ринейка, скажи, мы тут решили маленькую усталость нашу облегчить. Скажи, у нас в Сибири уже давно обед прошел, как-то надо это дело поправить. Ну, в общем...